Привет всем! Вы смотрите канал Workout Fitness городских улиц, с вами Антон Кучумов. И сегодня мы выбрались на светлую классную площадку в Москве для того, чтобы сделать интервью с одним из сильнейших воркаутеров России. Честно скажу, я думал, нам придется ехать в Краснодарский край ради этого, но судьба распорядилась иначе. И сегодня у нас в гостях Дима Доценко. Субтитры делал DimaTorzok Не знаю, увлекаюсь лэклайном, люблю море, как и все, и тренировки. Основная часть жизни проходит в тренировках. Я со Ставропольского края, город Лермонтов. Постоянно путают, потому что в Краснодарском крае есть тоже город Лермонтово. Он рядом с морем. Наш город, к сожалению, не рядом с морем. Морем там и не пахло, но... Как я пришел в воркаут, значит, что... Ну, воркаутом тогда это еще нельзя было назвать. Даже турникменов тогда еще не было. Я не помню, сколько лет назад это было, но, в общем, давно. Даже Миша Братов, по-моему, не снимал видеоролики. Началось все со школы, как обычно. Потом кто-то мне показал видео Ганнибала. Ну, уровень у меня был... Не было его. Я отжимался от силы раз десять. Хотя подтягиваться уже умел. Научился, наверное, лет в пять-шесть. Еще сходил с отцом на тренировки. Что учил я? Первый элемент это, ну, стандартный, там, выход на две, выход на одну. Потом был, естественно, передний вис из самых сложных. Занимался я два года подряд по одной и той же программе, по базовой. Это было 20 подтягиваний и 50 отжиманий на брусьях. Потом я, конечно, понял, что я два года порол какую-то херню. Но все же это дало уровни. Причем, ну, это, соответственно, росло. Там не сразу было 20, а начиналось с 10. Потом я научился подтягиваться еще на одной руке. И стал каждый день это делать. Ну, в итоге я понял, что очень много энергии тратится. И перестал вообще на одной руке подтягиваться. Ну, максимумы без веса. Мои выходы на вел 20 раз недавно было. Подтягивания 40. Ну, максимум был 41. Хочу сейчас повысить этот показатель. Отжимания на брусьях без веса сейчас 100 раз. Тоже нужно повысить, потому что это мало. Хотя я эту цифру недавно добился. Вот, в основном я тренируюсь в стандартном режиме. И редко что-то повышаю. С весом же мой максимум с 32 килограммами отжимания у меня было... Надо вспомнить. Ну, раз 40 точно было. Сейчас, наверное, раз 50 будет. Подтягивания 16 килограммами 27. Раз. Что еще, что еще. Ну, передний вес когда-то давно мог держать. Ну, 53 секунды было, но на видео я не снял. И потом забил. Ну, горизонт там 25 секунд есть. И пока что повышать не хочу. Мне лень. Спасибо за ремень. Кстати, очень крутой. Я занимаюсь вот с таким уже года... Не, не года, вру. Год, наверное, точно. На прошлых соревнованиях в Ставрополе мы его выиграли. И вот занимаемся. Это не реклама. Просто, как бы, говорю, что хорошая вещь. Как я пришел к занятию с весом? Значит, сначала я тренировался, естественно, без веса. Ну, наверное, года 2-3. И потом, мне где-то было уже 16 лет, да, я был еще малым. Мы решили взять портфель и начать заниматься с весом. Ну, разнообразить тренировки, значит. Был такой смешной момент. Мы пришли в зал. Нам по 16 лет, значит. Мы такие думаем, что мы крутые. Потягиваемся с портфелем, как дураки. К нам все подходят, спрашивают, слушайте, а зачем вам портфель? Там же он есть, ремень. Как бы нормально. Мы такие, вы ничего не понимаете. Чего, с портфелем лучше. С весом я начал заниматься, потому что вес на соревнованиях. Ну, плюс, мне это нравится. Есть куда расти. Небольшое разнообразие. Можно делать всякие сеты, комбинировать. Там, не знаю, что еще. Ну, вносливость повышается. Ну, и так далее. Судя по моим ногам, да. Я приседаю 150 на 20 повторений. Я думаю, это неплохой результат. Но на самом деле, я просто сейчас делаю прыжки. Мне очень нравится. Хочу высоко очень прыгать. Как я говорил раньше, я не сторонник того, чтобы прокачиваться. Но все-таки диспропорция немного некомфортная. И поэтому ноги все-таки нужно тренировать хотя бы до функциональной части, чтобы вы могли спокойно пробегать там, ну, километров 10. Да, это достаточно функционально будет. Прыгать достаточно высоко. Ну, я думаю, вам это самим будет в кайф. Вот что вам советую. В принципе, бегайте, прыгайте. Это круто. Будете выше. Кости будут лучше, кстати. Не будут ломаться. Выносливость будет в сетах. Значит, насчет питания. Ну, у меня такое строение организма, что все быстро усваивается. И поэтому я не особо заморачиваюсь. На самом деле, я очень худой. Чтобы выглядеть более-менее подкачанным, мне понадобилось 8 лет. Хотя я к этому и не стремился. Мне это неинтересно. Я считаю это немного лишним. Ем, ну, как сказал, все вподряд. Ну, стараюсь более-менее здоровую пищу употреблять. То есть, и гречку, очень часто рис. Ну, вроде все. Да, питание однообразное получается. Разнообразия в нем мало. Я не особо заморачиваюсь, когда ем. То есть, я даже не думаю, что есть, то есть ел. В принципе, мне нормально. Я знаю то, что есть люди, которые говорят, ой, мы устали. Ну, мне это непонятно. Я как-то полгода ел просто одну гречку. Ну, потом только мне мама сказала, почему ты полгода питаешься одной гречкой? Я говорю, не знаю. Гречка и гречка. Нормально с курицей заходит. Никто не вдохновляет. Просто личностный, физический рост и развитие своего тела и мозга. Вот, это все, что может вдохновлять. Как бы многие говорят, вдохновляет Брюс Ли. Ну, да, он крутой, но не вдохновляет. Обычно все вопросы задают в основном, ну, дети, да, подростки, там, до 20 лет. И вопросы достаточно глупые. Достаточно подумать, и вы найдете на них ответ. Либо погуглить, как сейчас говорят. И тоже найдете на них ответ. Если вам не хватает общения, вы хотите пообщаться с кем-то, ну, кто вас мотивирует, не проблема, но лучше пишите для этого сразу, а не для того, чтобы потом вам отвечали на глупые вопросы. И причем, это, скорее всего, мнение не только мое, а ребят всех, которых вы знаете, там, того же Анисимова, Никите, Мухи, ну, и так далее. Если вы задаете глупые вопросы, сразу к вам появится негатив, вас начнут высмеивать, в принципе, не в прямой форме, ну, вы это сразу поймете, как зададите глупый вопрос. Или не поймете, если вы зададите глупый вопрос. Самые часто задаваемые вопросы. Поехали. Рост 175, вес 67. Это самое часто задаваемое. Как научиться горизонт? Для этого есть хорошая обучалка, Ника, Кузи, любую выбирайте, в общем, очень много. Как научиться передний вес? Тоже у них есть обучалки, учитесь. Либо попытками, и одно, и другое. Как повысить количество подтягиваний? Если честно, я нихрена не знаю, как это сделать. Как накачаться на турнике? Не знаю, занимаетесь, пройдет много лет, и вы накачаетесь. Если хотите накачаться, идите в зал. Турник не для этого. Ну, хотя нет, он для этого, но не для таких скоростей, как вы хотите за неделю, за две. Если у вас что-то болит, то, скорее всего, лучше вам обратиться к врачу. Либо просто не тренироваться, а неделю, либо что-то об этом почитать. Везде, где появляюсь, там появляются команды. На самом деле, первая команда была ФСК, с трудновыговариваемым названием, но достаточно крутым, Forever Strong Alignetic Steam. Вот, в Краснодаре мы ее придумали, и была она там создана, значит, вместе с Кобяковым Лехой, Сандро Парлава, Роберт Хандамов, вот, это было, наверное, года три назад. Потом, значит, я создал команду у себя в комнате. Я создал команду у себя в городе, вместе с моими друзьями, с которыми тренировались мы достаточно долгое время. Называется она Victory for Makers. Сейчас у нас также есть команда во Владикавказе, в этой Алане, но с недавнего времени мы объединились, поэтому у нас теперь это тоже Victory for Makers. То есть мы расширяемся и планируем делать очень масштабные мероприятия. Надеюсь, в этом году всех удивим необычным форматом, который позволяет предоставить Алане. Надеюсь, все получится. Хорошо найти спонсоров. Если у вас нет спонсоров, вы живете где-то в маленьком городе, то хотя бы провести это на свои деньги, как мы делали это во Владикавказе, ну, мы и мои друзья. Значит, мы покупали на свои деньги медальки, грамоты и проводили. Вот сейчас у нас есть возможность проводить более масштабные соревнования, но это все благодаря тому, что когда-то мы начинали с малого. Никогда не бывает того, что вы начинаете с малого и у вас есть все. Как минимум, нужно какое-то время, какие-то усилия, чтобы у вас был прогресс, добиться чего-то. Также и в воркауте, также и во всем остальном. Никогда ничего не бывает с нуля. Сами мы проводим свои мероприятия в таком формате, что организаторам мы не позволяем участвовать, либо очень слабым ребятам из команды можно участвовать, ну, либо никому. Потому что все-таки ты организовываешь, ты ответственное лицо, ты должен следить за всем происходящим на площадке и в ней создавать комфортные условия для участников. Если же соревнования более большого формата, то есть там вот в Уфу мы ездили на соревнования, когда в сентябре, по-моему, или в октябре, вот, там была организация, конечно, на высшем уровне, на очень хорошем, это большой пример всем. В Казахстан я, к сожалению, не попал, болел, но, говорят, там тоже очень все было на крутом уровне. Крутой уровень всегда выделяется из того, что как вас встречают, куда вас селят, как к вам относятся, и как, конечно же, судят это мероприятие, отношение организаторов к вам и к людям, которые приехали на эти мероприятия, ну и дружественная обстановка. Из всего этого складываются отличные мероприятия. Как я сказал ранее, все начинается с малого, и вот Антон говорит, что мы поставили площадку. На самом деле, это поставили ее не мы, это всего лишь была идеей большой поставить площадку. Года три, наверное, мы ее несли. Скажу заранее, что город у нас очень маленький, пройти его можно за 15 минут, 20 тысяч населения для тех, кто будет ныть, что вот, у нас маленький город, нет, ни хрена нет, у нас вообще ни хрена нет, у нас не делают дороги, у нас по сути деревня, у нас не обслуживается парк, там даже нет мусорок, мусор, единственное, что у нас в городе делают, это убирают мусор, и дворники хорошо работают. Вот, это просто к примеру для тех, кто будет ныть. Так вот, в каждом городе есть заинтересованные люди. Во-первых, заинтересованные люди это вы. Во-вторых, есть также люди, которые занимались спортом, у которых более-менее есть немного денег. Есть грамотные люди в администрации, ну, это просто для примера. Так вот, у нас получилось так, есть казачество, и оно нам помогло создать эту площадку. Она стоит, к сожалению, за городом, но хорошо, что она есть, и мы там уже проводили мероприятия, в этом году тоже проведем. Также мы проводили день отжимания, на котором оказались, по-моему, шестые в России, да, что не так плохо для города, 20 тысяч населения, то есть, у нас участвовали все школы. Ну, я считаю, что это достижение для первого года мероприятия. Площадку, которую нам поставило казачество, разработали мы ее сами, то есть, проектировали, нарисовали, она без хомутов. Я думаю, для маленьких городов это очень такое хорошее решение, потому что нет ничего проще, чем поставить такую площадку, ну, как мне кажется. Сейчас я добиваюсь того, чтобы установить в парке площадку, разрешение от администрации я добился, к счастью, у нас она сменилась, и поэтому нам разрешили, там ее поставить. Спонсоров, я думаю, мы найдем в ближайшее время, потому что, ну, это не такая уж на самом деле большая проблема, просто нужно планомерно действовать и идти к своей цели. Вот так вот. Давайте начнем со Ставропольского края. И в Ставропольском крае, значит, движуху, да, в кавычках, назовем так, проводит только Ставрополь и все, и мы, вот, то есть, два города, и то мы недавно подключились, Ставрополь, в принципе, проводит такие уже достаточно масштабные мероприятия, ежегодные, но я хочу, чтобы наш город тоже проводил ежегодные мероприятия, поэтому так и будет. Мы еще будем лучше, чем Ставрополь, но это потом. Насчет Алании, Владикавказа, значит, там тоже, ребята, проводят достаточно крупные движухи, иногда это получается, иногда не очень хорошо, но все-таки процесс идет, и я думаю, через два годика учебы на горьком опыте и на хорошем опыте мы научимся делать очень незначимые мероприятия, придумаем каких-нибудь два своих ежегодных очень крутых мероприятия и будем проводить. то есть два разных региона, вот Ставропольский край и Владикавказ, да, Алания, и как бы движничок такой средненький, хотя все-таки во Владикавказе он получше, потому что ребята еще ездят по районам, делают соревнования по школам, мы этого не делаем, но вот сейчас как раз-таки в мае планируем сделать там очень такой тоже небольшой проект, хотел сказать крупный, но все же небольшой, город небольшой, поэтому проект небольшой. Вот, теперь насчет Краснодара, там значит все очень хорошо, это, я думаю, единственный край в России, который может делать акцент на воркаут, человек, который там все это поднял, причем один, это Кобяков Алексей, огромное ему уважение, парень, который смог достигнуть многого в плане организации, в плане мероприятий, в плане рекламы мероприятий, я считаю то, что все-таки мероприятия в Краснодаре одни из лучших, конечно, если бы был бюджет, я тогда не знаю, что вообще они за соревнования бы бахали, мероприятия, блин, вот, у них, к примеру, есть отличное, ежегодное уже мероприятие СССР, South Street Fest, на него собирается почти весь город, и я думаю, это отличный показатель, да, для одного человека, который занимался организаторством, вот вам и пример того, что, в принципе, один человек может потянуть многое, представьте, если бы ему помогала команда, на какой бы уровень он вышел, значит, потом, насчет поддержки спортсменов, администрация напрямую никак не влияет на эту поддержку, то есть, нужно находить самим спонсоров, либо через более-менее заинтересованных людей, либо через какую-то молодежную политику и так далее, то есть, ну, со спонсорами достаточно сложно, но можно найти, в принципе. Основная цель была у меня где-то поставлена полгода назад, хочу все-таки съездить на Battle of the Bars, поднять свой уровень динамики и выиграть там, ну, учитывая то, что ребята говорили, после поездки в Дубае это будет сделать нереально, потому что всех заслуживают, ну, всех русских. Ну, если ты будешь черным русским, я думаю, тебя не засудят. Я не расист. Нет, Ник не зазвездился, сейчас его почти не видно, а зазвездился, говорят, потому, что он, скорее всего, не отвечает на глупые вопросы, либо отвечает на глупые вопросы глупыми ответами. Вот и все, так делают все. Ну, кроме меня, я хороший. 2000 есть видео, где тысячу раз сделал, на самом деле, там есть еще второе видео, где я сделал 2000 раз, но я там слишком сильно ныл, а еще видео весит 36 гигов, и мне для него монтировать просто, я поставил, там было сутки, сутки для того, чтобы смонтировать все это дерьмо. На самом деле, видео, где я два с половиной часа отжимался, оно есть, но выложу я его не раньше, чем через год, потому, что мне просто лень его монтировать, монтировать, рентрить и так далее. Значит, мне пришла в голову эта мысль, я не помню, в каком-то мультике я это увидел, да, мультик аниме, я смотрю аниме, мне на ваше мнение как-то все равно, есть хорошее аниме, есть плохие аниме, есть бабские аниме, вот, бабские аниме не смотрите. Так вот, есть достаточно крутые, мотивирующие аниме, что... в принципе и натолкнуло меня на мысль, а почему бы не отжаться тысячу раз? Когда я сделал это в первый раз, я чуть ли не помер. Все-таки не самое сложное отжаться две тысячи раз и тысячу раз, как простоять в этой планке два часа и час. После того, как ты встаешь, у тебя может даже кружиться чуть голова. Ну, чуть-чуть там, потом можно еще сделать передний виз, горизонт и так далее. Думаю, мы подготовили в целом неплохое с тобой интервью, ответили на вопросы, которые были у твоих фанатов, у людей, которые хотели узнать о тебе больше. Вот, если что, вы всегда можете написать комментарий к этому видео, мы скинем их Диме, он там поотвечает что-нибудь спустя недельку-другую, когда у него будет время. И это все на сегодня, да, большое спасибо тебе, что заглянул к нам. Надеемся еще увидеть тебя у нас или мы приедем к тебе в гости. И ставьте лайки, опять же, пишите вопросы, комментарии, предлагайте новых людей, с которыми можно было бы сделать интервью, и чьи истории вы бы хотели узнать. Ну, а мы увидимся с вами в следующих видео на канале Workout Fitness городских улиц. Пока! Очень хочу мотивировать всех. Я надеюсь, это так, для тех, кто смотрит мои видеоролики. Я не часто что-то выкладываю, вот, но, знаете, в мыслях я хочу всегда всех мотивировать. Вконтакте я отвечаю всем, поэтому можете писать, отвечу очень достаточно быстро, за недельку где-то отвечу.